Здравствуйте, друзья! У нас гости. Я когда ехал в офис, обещал вам, что будут гости у нас. Ну, давай, Лена, представляйся. Ну, я однокурсница Михаила, можно сказать, староста группы, в которой он учился в свое время в институте связи. Мы вместе заканчивали пять лет, МЭСИ, тогда он так назывался московский. МЭИС. Уже время прошло. Очень рада была здесь оказаться, увидеть его в добром здравии. Так, давайте мы передадим. Тут у нас... Да, и с нами. Всем привет. Привет. Так, это у нас семья Лены. И Лена, Ирма, и Наташа. И Наташа. Значит, как по-русски, сын это понятно как, значит, внучка тоже понятно. Как ты говоришь, сноха? Сноха, да. Жена сына. Жена сына. Мы попросим сноху подержать камеру. Так, значит, давай будешь со мной, чтобы, ребят, чтобы видели, какая у нас красота. А я им сказал, я вам покажу, какие в СССР были старосты в институте связи, не стареющие, вот такие вот боевые. Элементы, на самом деле, изменилось, к сожалению. Время идет. Подожди, мы тоже уже, мы же не 20, конечно, а может быть, там чуть больше, но, как сказать, душой не стареешь ветерану. Не старею. Да, спасибочки. Вот мне Михаил подарил свое крючок. Я еще подпишу, подожди. Да, и я хочу рассказать всем тем, что это очень интересно, и вообще воспоминания и вся жизнь, которая прошла здесь, да, твоя, вот, после отъезда из Советского Союза, так правильно понимаю, да? Это еще был СССР, да? Нет, ну, у нас на канале книжку знают. Ты скажи, чем ты занимаешься, скажи? Я работаю в телекоммуникационной сфере всю жизнь. И занимаюсь компанией Транстелеком, да, до сих пор работаю. И что ты? Я продаю услуги связи по оптам, так скажем. Наша компания крупный оптовик, следующий за Ростелеком, который продает услуги компаниям, которые, в свою очередь, розницу торгуют, то есть крупным компаниям, не имеющим своих оптоволоконных линий. То есть, там, МТС, Билайн, всех наших сотовым операторам. Вы им доступ к линиям продаете? Совершенно верно, да, по которым они уже торгуют своей розницей. Но ты продаешь, а тебе что-то, какой-то интерес с этого есть? А, интерес и зарплата, в смысле, я не менеджер по продажам, а реализатор, так скажем, когда... Проект менеджер? Проект менеджер? Нет, интерес исключительно спортивный. Совершенно верно, да, по зарплате. По зарплате. Это некий переходный период от момента, когда продавец продал услугу, до ее реализации технически. То есть, я, так сказать, утрясаю все точки, все привожу в соответствие, чтобы, да, желанием приезда, и после этого отправляю в работу. То есть, все-таки надо понимать, что ты делаешь. То есть, это как бы работа, требующая технических знаний, и знаний, безусловно, и знаний продажи. Знаешь, что-то я вспомнил? Значит, где же я... Ну ладно, в молодости-то был. Вот, значит, что я хочу сказать, что с бабушкой мы как-то шли, вот я был примерно как ты, чуть постарше, значит, и шли мы с бабушкой. А она была учительницей в вечерней школе немецкого языка, и возле галантерейного магазина стоит девочка, и сладка, так она сладочка что-то такое торгует, галантерейное такое. Да, это мне подарок с Гавайевшим, и не пугался никого. И вот, значит, да. Это отдельно. И вот стоит девочка, бабушка ее узнает, они беседуют, она училась у нее в школе, о том, о том. А бабушка, она выросла-то еще, так сказать, в дореволюционное время, у нее папа был там... Она из семьи мясников, а муж ее из семьи, там, они доходные дома держали. И вот, значит, она такая... А потом муж ее был Непманом, то есть она коммерческого воспитания. И она спрашивает эту женщину, вот как я сейчас Лену, она говорит, скажите, у вас какой-то интерес или просто за зарплату? Она говорит, ну, вы знаете, когда мы план выполняем, то мы получаем премию. И она ей говорит, я дам вам торговать. Я даже не знаю, это она переводила с идиши, или откуда эта фраза взяла, я дам вам торговать. Вот, я вам дам бизнес, да, вот это значит, дам вам торговать. И стала изучать, что у нее на лотке. И она смотрела, 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 и уже как-то... И говорит, ну, хорошо, дайте мне две коробки спичек. Это было две копейки, спички стоили копеек. Да, ну, уже не знала, что... Я говорю, так вот, есть интерес какой-то, или это просто так? Ну, вот, две копейки спичек, собственно, да. Две коробки спичек, ну, наверное, весь интерес. У нас заложено, премия заложена в программе, поэтому... А ты не хочешь, вот там, в принципе, могла бы там на пенсию пойти, или там что-то? Да нет, всему свое время, оно уже подходит, я бы сказала так. Но веселей на работе. Ну, на работу у меня достаточно сложная и объемная, поэтому особо веселиться некогда. Нет, но веселее, чем дома сидеть. Ну, у меня не с чем пока сравнить, я не сидела дома никогда в своей жизни, поэтому... Поэтому это еще поздание у меня впереди. Хорошо, знаешь, ты такой в шапке красивый, давай я тоже одену. Мы с тобой будем два в шапке. О, ладно, два коробки, они кромбойцы. Ну, что же, ладно, давайте мы тогда такую визуальную часть свернем, да, потихонечку. И так всем... Давай вот так, давай так вот. Да, всего доброго. Всех благ. Всем привет. Всем привет. Здесь тут связи. Субтитры сделал DimaTorzok